В столице подвели итоги грандиозного театрального марафона. В рамках Чеховского фестиваля с гастролями в Москву и другие российские регионы приехали лучшие мастера со всей планеты. Восточные сказки, аргентинские страсти, африканская экзотика, европейские традиции, география большого искусства. Каждая постановка сенсация. Спектаклем закрытия стали ложные признания легендарного швейцарского режиссера на сцене звезды мирового уровня. И самые яркие моменты фестиваля собрала Кристина Левиева. За два с лишним месяца здесь все привыкли к небывалому ажиотажу не только у главного входа в театр Моссовета, но и у служебного на Чехском фестивале. Как всегда, лучшие спектакли со всей планеты и мировые знаменитости. Чтобы увидеть спектакль закрытия, поклонники Луи Гореля и Изабель Юпер скупили все билеты еще за полгода до начала фестиваля. А теперь каждый вечер дежурят тут, чтобы сфотографироваться или взять автограф у мировых звезд. Спектакль «Ложные признания» легендарного швейцарского режиссера Люка Банди уже наделал немало шума на европейских театральных подмостках и не только из-за блестящей игры артистов мировой величины. Интригующая пьеса о страсти между богатой вдовой и разорившимся юношей была написана почти три сотни лет назад. Банди же переносит действия в наше время, будто наслаждаясь тем, как перекликаются реалии утонченного 18 века с грубыми реалиями века 21-го. «Моя героиня Араминта – никакая не печальная вдова. Она трогательная и хрупкая. Такой ее делает любовь. У нее совершенно невыносимая мать, которая навешивает на нее тяжелый груз социальных обязательств, из-за чего смешные и легкие отношения с юным Дарантом перерастают во что-то трагическое». Голые стены – как символ душевной пустоты. И сотня пар туфель, которые вряд ли сделают ее счастливой. Полной неуверенности и тревоги герои прячут свои истинные чувства под маской. И понять, являются ли их признания искренними или ложными, кажется, уже не получится. Хотя этим актерам зрители верят безоговорочно. «Я думаю, каждый, кто приезжает сюда играть, просто влюбляется в эту публику. Москва мне казалась такой холодной и тяжелой, но все изменилось после первого же спектакля. Здесь нас чувствуют, реагируют на каждое слово, на каждое движение». Да и как не реагировать, когда одна из величайших балерин планеты, Сильвик Гилем, выбирает именно Москву. И именно Чеховский фестиваль, чтобы попрощаться со сценой. Гибкая, строгая, неотразимая, а иногда такая смешная и такая настоящая. Нам оставалось лишь, затаив дыхание, следить за каждым движением ее длинных ног. Пока кукловод и мастер театральных иллюзий Филипп Жанти вновь и вновь уносил нас в мир собственных снов, неукротимая испанка Мария Пахес заговорила на русском. Поджгучие ритмы фламенко, конечно. Спасибо! Спасибо! А гениальному внуку Чарли Чаплина Джеймсу Тьерре слов, как всегда, оказалось недостаточно. Историю о дирижере на склоне лет, застрявшем где-то между реальностью и фантазией, он рассказал языком жеста, танца и пантомимы, в общем, по-чаплиновски. Наша страна, Россия и Москва являются одним из крупнейших центров мирового театрального искусства. И, конечно, то, что к нам приехали все наши партнеры, все наши театры, гости и в Москву, и потом они с удовольствием были в других городах. Это говорит об огромном интересе наших друзей за рубежом к России. Аргентинская танго и песни африканской души, французская легкость и восточная философия. В этом году Чеховский фестиваль побил все театральные рекорды, соединив культурой не просто разных стран, а целых континентов. Кристина Левиева, Татьяна Бодрова, Владимир Ольховский, Первый канал.